Рамадан В студии сейчас находится удивительный человек Представитель оргкомитета праздника Рамадан и шатра Это Камаледдинов Талгат Наильевич Здравствуйте, Талгат Наильевич Здравствуйте, Геннадий Талгат Наильевич любезно согласился сегодня прийти к нам в студию В праздник, несмотря на пост И рассказать поподробнее о шатре, о Рамадане Для того, чтобы наши зрители немножко приоткрыли для себя эту тему Хотя есть, естественно, и другие источники Но лучше услышать, как говорится, из первых уст И увидеть в живую человека, который непосредственно связан с этими событиями Итак, Талгат Наильевич, несколько слов расскажите об истории создания шатра Самого шатра Шатер Рамадана в Москве проходит уже 10 лет В этом году юбилейный год Я непосредственно принимал участие в пятый год Как приехал в Москву Мне была очень интересна мусульманская культура Интересно, что она многообразная, различные национальности есть Откуда приехали, расскажите? Приехал из Сибири, из города Кемерово Потрясающе У нас тоже там мечеть очень красиво открылась Был на открытии И еще тогда начал интересоваться религии Приехал в Москву, мне как бы мой интерес продолжился И вот я познакомился с организаторами шатра Рамадана И начал участвовать тоже в его организации Где находится шатер Рамадан в Москве? Шатер Рамадан находится в парке Победы Рядом с мемориальной мечетью То есть, которая является также музеем И в том числе она является действующей мечеть А на период месяца Рамадан рядом на парковочной зоне Ставится шатер Рамадана Который, ну, с каждым годом больше становится Вот в этом году уже на 600 человек Вместимость этого шатра Могут приходить люди различных конфессий Национальностей, вероисповеданий, возраста, пола Шатер Рамадан всем рад Ну, и тематика вечера такая Чтобы все люди себя комфортно чувствовали Нет там никаких-то ограничений Хорошо, ну, давайте так Сейчас тему шатра мы чуть-чуть отодвигаем И вначале хотелось бы чуть-чуть пошире Чтобы вы раскрыли нам саму глубинную тему Рамадана То есть, ну, например, вопрос такой первый У меня как у обывателя возникает вопрос Вот в каких еще регионах и странах празднуется Рамадан? Ну, Рамадан это общий мусульманский Как бы время, месяц события И, соответственно, во всех странах, республиках, регионах мусульманских Где проживают мусульмане Либо даже и других там, если основная конфессия Но если есть представители там мусульмане То они все понимают, что месяц Рамадан Нужно особенно постараться посетить это время Богу Каким-то познанием Совершению больших благих поступков Накормить нуждающихся, чем-то помочь, возможно Вот таким образом А сам пост, его соблюдение, в чем оно выражается? Сам пост заключается в том, что вот канонически Человеку запрещается принимать пищу и воду С восхода солнца до заката Ну, сейчас удобно, конечно, что с использованием современных технологий Просчитать на весь год, когда это время наступает И существует определенное расписание И по ним легко ориентироваться Не нужно все время смотреть на солнце То есть вы сейчас, в данный момент, не пьете воду Именно поэтому, дорогие друзья, у нас не стоят наши обычные кружечки с кофе Да, именно поэтому Да, конечно Хорошо Тогда вопрос следующий А уже переходим к самому шатру Во сколько он начинает свою работу? То есть во сколько человек может туда прийти? Так, желательно приходить к 8 часам Даже можно, ну, за минуту за 10-15 пораньше То есть в 8 утра шатер открывается Вечера Вечера, да Восемь вечера Я говорю, я обывателе ни разу не был в шатре Поэтому задаю такие глупые вопросы Да Ну, то есть это мероприятие привязано к вечернему приему пищи То есть когда вот солнце заходит Мусульманам становится, как бы, разговеннее называется мероприятие Когда мусульманам начинают, наступает время разрешенности приема пищи А как это звучит на... На арабском языке ифтар Ифтар, да Запоминайте Утренний прием пищи, то есть перед закатом, когда еще время не наступило Тоже желательно принять пищу Это называется сухур Так, сухур и ифтар Да Вот То есть перед ифтаром люди собираются возле шатра Да А там как он устроен? Что там открывается? Там ворота или что? Или это какой-то занавес? Как это физически? Что это? Ну, там... Ну, шатер, как обычно, такая конструкция, тоже постройка его устанавливает Ну, а так есть там волонтеры, которые, как бы, управляют процессом, да, когда наступает время Ну, люди уже собираются около шатра, смотрят по территории гуляют И запускают А потом, когда время наступает, да, уже открывают, как бы, ну, там ограждение Ограждение, потому что? Да, да, да А если придет больше, чем 600 человек, что там? А вот у нас есть возможность такая, что вот те люди, которые приходят пораньше Они вот, ну, за час до наступления времени ифтара Культурная программа проходит И вот те люди, которые приходят пораньше, у них есть возможность зайти в шатер Занять место и послушать культурную программу перед приемом пищи А потом еще и, когда время наступит, покушать бесплатное угощение А те люди, которые сразу, ну, не хватило места, они, ну, немного могут подождать Или, ну, мечеть могут зайти посмотреть, по парку погулять А потом уже попозже, вторым заходом могут зайти, когда вот первые люди покушают Они выходят, мы, конечно, стремимся, чтобы люди сами за собой убирали тоже посуду грязную И место освобождали чисто А если они не выходят, если они хотят там побыть, что делать? Вы им как-то предлагаете, ну, господа, друзья, давайте как-то вот подумаем о тех, кто еще не может зайти И как это происходит? Ну, честно говоря, мусульмане, они... Это внутреннее ощущение Да-да, они уже чувствуют, уже знают, что не только о себе нужно переживать, да, но и больше даже о других людях Это религия так заложена вообще, и стремится проявлять И люди туда зашедшие, они тоже кушают, помнят о тех людях, которые еще находятся на улице Которые тоже целый день постились и тоже хотят кушать И они стараются тоже, самое быстрое, то, что можно, покушать, ну, и освободить место, постараться И чтобы могли дать уже последующие Я считаю, что это для каждого человека вообще очень правильная мысль и намерение думать о другом И такая вот нравственная ценность И я думаю, что настоящий мусульманин так поступает не только в месяц Рамадан Но и в другое время года так живет по такому принципу, наверное Ну, по идее, да, конечно, к этому надо стремиться Ну, а степень применения этого, конечно, у каждого человека своя И зависит от разных ситуаций еще Ну, для этого нужно, конечно, себя постоянно поддерживать на определенном духовном уровне То есть, чтобы ты встречался с хорошими людьми Которые ты видишь, когда примешь, что они так делают И ты сам себе принимаешь эти вещи Насколько я понимаю, по большому счету Цель, внутренняя цель шатра и миссия Это как раз и есть применение вот этих духовных ценностей И нравственных ценностей в обычной жизни То есть, не сухое отношение к Корану и к религии, как к некой догме А именно применение, практика этого в обычной человеческой жизни Да, конечно, так оно и есть Самая основная информация, которая даже переносится людям Это именно поведением самих людей То есть, наши руководители, организаторы, ведущие и сами же волонтеры Они являются каждым примером мусульманином Который должен своим поведением показать Основной способ донесения на людей информации о том Что нужно быть вежливыми, тактичными с людьми, обходительными Сами волонтеры доносят эту атмосферу до людей И потом многие даже пришедшие, когда в первый раз шатерма дана Они потом скучают под атмосферой И хотят прийти еще раз и еще раз И очень часто бывает такое, что они приходят и потом уже задают вопросы А как мы тоже можем поучаствовать, что мы можем внести, что можем улучшить И мы им говорим, приходите в этот случай пораньше, если у вас есть желание И тоже мы объясним, что можно делать, тоже можно встречать И очень легко присоединиться к нам То есть, люди, один раз ощутив, хотят уже в этом процессе участвовать Да, да Канал Ивент Академия, телекомпания Ивент ТВ и студия Чемоданов Продакшн Радиостанция Бурлеск ФМ Мы в эфире, у нас в гостях Камаледдинов Талгат Наилевич Будущий имам Как выясняется Ну, хотя Талгат Наилевич считает, что имам Каждый человек уже Каждый мужчина уже имам Да, так оно и есть Потому что, как Парху Хасар говорил даже То, что в каждом человеке даже есть семья В которой он является руководителем Которая должна ответственно относиться К общему благополучию То есть, на нем самая такая ответственность И он является руководителем в семье старшем Ну и в другом обществе, в любом тоже есть Свой руководитель Всегда, если есть два человека Один из них уже руководитель Хорошо Но сегодня мы говорим о шатре И вы, как один из имамов Или будущих имамов шатра Сегодня раскрываете нам эту тему И мне бы хотелось, чтобы наши телезрители И радиослушатели узнали А какие все-таки культурные события Происходят в шатре Поподробнее вот об этом Что там происходит Ну вот люди пришли Они же на что-то хотят посмотреть Ну вот очень интересно Что последние два года Уже программу культурного шатре Рамадана Мы проводим каждый день Весь месяц Рамадана Порядка 30 дней Посвящены определенной тематике И принимают участие в организации тоже различные организации То есть, как вот известно, что мусульманских национальностей регионов в России очень много И не только в России, и зарубежно тоже страны в первом части И каждый день берет себе как бы в качестве основного организатора Какая-то определенная организация И в Москве существует огромное тоже количество представителей Ну какие, например, можете озвучить? Или это... Конечно, можно озвучить Но вот в этом году... И будет приятно Самое удивительное, что даже... Я сам был свидетелем, увидел впервые И многие, кстати, увидели, что оказывается есть мусульмане-цыгане И они вот тоже проводили свое мероприятие Просказали свою культуру, свою историю Новости какие-то, ну, исторические у них вот проходили Вообще, очень было интересно Конечно, очень бывают и трагические моменты Но в то же время, что они вот сохранились И то, что они даже говорят, что у них в семье Вот они, оказывается, исторически многие живут в Крыму Рядом с крымскими татарами И культура их даже взаимоотношений в семье Очень схожа с исламской Но многие цыгане даже говорят Ну, они, что забыли корня, откуда это все возилось Оказывается, исторически они нашли, что между 11 и 15 веками Когда вот они переселялись с одного территории в другую Через территорию Турции, по-моему, как они сказали Благодаря вот толерантности турецкого народа Цыгане, вот они приняли ислам И вот с тех пор тоже очень много количества Ну, как бы цыгане были Но потом, конечно, благодаря вот различным событиям То есть кто-то в разное там может что-то происходило Изменения Но сейчас вот даже сказали, что Коран 11 лет, по-моему, переводили на цыганский язык Что теперь Коран появился на цыганском языке Вот видите, я понимаю, что они наверняка еще и выступили со своей программой культурной Да, из культурной программы И музыкальные номера показали свои Такого в шатре, видимо, еще не видели Да, это было впервые Чтобы цыгане в шатре выступили Но это цыгане-мусульмане Да А крымские татары приезжают? Крымские татары тоже были Крымские татары тоже очень стихотворение красиво рассказывали Ну, начинаются, конечно, с официальных представлений Руководители Ну, кто может, по возможности, тут приезжают с официальным поздравлением А в последующем уже и имамы выступают тоже С небольшой таким проповедью, да, религиозной информацией То есть, подпитка, чтобы люди уже что-то воодушевили, что-то себе взяли, что-то новое То есть, каждый день посвящен какому-то представительству, да, или каждая организация берет на себя какой-то день Или задается некая тема дня, вечера в смысле, а организации эту тему развивают Как происходит? Да, да, вот это очень интересно Что организацию на себя берет какая-то определенная организация или республика Организацию дня Да, организацию дня И причем дается тематика определенная То есть, у нас помимо вот... Ага, и тема, и люди, да То есть, сразу задача ставится заранее Ставится тема и кто будет ее воплощать Да, 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 то есть, вот очень интересно, что вот, например, ну, республика, например, Чечня бывает, да То есть, вот они вот показывают свою культуру, свои достопримечательности, возможно, ну, вообще, события, которые последние происходили Вот у них тоже вот очень интересно, как у них вот, они рассказывали то, что восстановился очень быстро город Грозный, мечеть, то, что очень быстро построились Но они рассказывают, они, наверное, демонстрируют, там есть экран И видеоролики, да, экран очень хороший, там все зрители могут наблюдать это И плюс очень интересно, что каждый день вот он еще посвящен определенному нравственному качеству То есть, как раз вот республике Чечни вот достался, по-моему, как раз столько качества, как скромность надо было раскрыть Как интересно, а кто формирует эти темы? Есть какой-то сценарист, режиссер? Да, у нас хорошо, что вот с каждым годом, в десятый год подряд, в шуте Армадана, все новые люди подключаются к организации Каждый по мере своих возможностей То есть, если человек даже, ну, нет у него способностей больших каких-то, он может в качестве волонтера приходить, оказывать помощь Ну, если человек уже даже более, как бы, хорошим профессионалом, да, и актерские мастерства, если он, как бы, работает, да, заслуженный, и есть у него идеи, да Такие люди тоже приходят, и тоже они хотят принять участие в том, чтобы это мероприятие прошло еще лучше, интереснее Но это происходит на безвозмездной основе, или они получают за это? Я думаю, это бывают различные, то есть, волонтеры, они, то есть, бывают на волонтерских основах, да А если там уже касается что-то режиссуры, там, свет, оформление, то бывает такое, что и финансово тоже А как формируется этот бюджет? Ну, бюджет, вот, ну, известно нам, что, ну, конфессии различные, у них у всех предусмотрена какая-то система пожертвований, финансовых в том числе пожертвований Да, и вот, в основном, тоже есть В основном, тоже есть Хорошо Фонд Сакят, вот, есть тоже, который, вот, все время занимается, как бы, сбором средств и их распределением Понял, а, все-таки, при том, что каждая республика, каждый регион, значит, берет свой день, берет свою тему, при этом, вся программа идет на русском языке Или на, на языке того представителя, который в данный момент, как, как, какой язык основной используется? Да, основной язык присутствует русский, но бывает, конечно, когда вот номера национальные какие-то, они на своих родных языках и очень интересны И, причем, что удивительно, что они очень понятны многим людям даже, потому что, ну, представители, ну, очень много тюркских национаций или других Ну, и когда вообще человек поет, либо вот рассказывает о Боге даже на своем языке, все равно это очень приятно слушать и как-то Даже если ты не понимаешь Да, 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 все равно, что-то такое ты принимаешь себе очень интересно и ты видишь, как вот человек на своем родном языке, да, восхваляет Бога, Творца, как он благодарен ему Вот это очень интересно Если уж мы затронули эту тему, я слышал, что, по-моему, существует конкурс чтецов Корана Да И в шатре как раз и будет проходить отборочный тур этого конкурса Да, 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 15 июля в шатре Ромаден будет проходить отборочный тур к конкурсу, международному конкурсу чтецов Корана Это международный конкурс? Международный конкурс, да Дамы и господа, у вас есть возможность 15 июля в шатре поучаствовать в конкурсе чтецов Корана, а если кто-то хорошо читает Коран, пожалуйста, приходите Мы же можем пригласить? Конечно Или там уже все списки Ну, они могут как зрители вначале поприсутствовать, а в дальнейшем уже подойти со своими идеями, если они чем-то могут тоже поучаствовать или там, чем-то быть полезным Или считают свои там тоже способности, да, проверить хотят Это тоже вполне возможно, переговорите на будущее Толгат, а вы читаете Коран? Я умею читать Коран на арабском языке, ну еще только учусь, конечно, но Вы будете участвовать в конкурсе чтецов? Я участвую в организации мероприятия Я вам рекомендую, у вас очень хорошо должно это получиться, у вас так все очень открыто, эмоционально И мне кажется, у вас есть потенциал Спасибо большое Будем стараться его развивать Надеюсь, что, ну и может не в этом году, но в следующий точно вы войдете, так сказать, в тройку лидеров Продолжаем наш эфир Толгат Ильич, мы заговорили о благотворительности Вот поподробнее об этом, так сказать, акте, доброй воли человека, да, что связано с шатром, расскажите, пожалуйста Благотворительность тем или иным способом, она все время существует во всех конфессиях, и в том числе и в исламе, и на протяжении всего времени Каким способом она реализуется? Вот в 2011 году в Москве при соборной мечети был создан благотворительный фонд Закят, ну, при участии, конечно, официальных представителей, руководства этой организации Даже я уже знаю, что Закят, если переводить на русский, это очищение Очищение, да, совершенно верно Потому что каждый человек, ну, обладая особенно большим, когда состоянием, имуществом, должен стремиться оказать помощь другим людям Потому что очень много рядом людей, которые, бывают какие-то потребности у них, бывают еще какие-то нужды И ты, когда им оказываешь, бывает, для состоятельных людей это не является каким-то значительным, мелким кажется, то этим людям бывает это очень ценным, очень необходимо И оно может быть спасительным даже в какой-то степени бывает И благотворительный фонд Закят вот этим и занимается Он занимается сбором этих средств, привлечением, получается, да, надо найти людей состоятельных И чтобы они осознавали вот эту необходимость А в последующем уже фонд Закят занимается распределением этих средств нуждающимся Потом где-то социальные мероприятия тоже проводят, такие как шатер Рамадана Помимо шатера Рамадана в течение года у нас еще Курбан-Байрам проходит мероприятие И Маулита-Наби То есть эти мероприятия, они сопровождаются широтой своего проведения То, что определенная культурная информация тоже мероприятие проходит в таких концертных залах РМА-Сквы Уже были они проведены как Крокус-Сити-Холл, концертный зал Академический, Международный дом музыки Вы тоже принимали участие в организации? Да, я вот на протяжении последних 5-6 лет принимаю во всех вот таких мероприятиях участие То есть вас можно назвать практически уже профессиональным вентером, который непосредственно относится к производству мероприятий? Или это еще рано? Я думаю, как профессионализм, то есть конечно так громко это сказано Я думаю, что все равно какие-то навыки в любом случае они приобретаются в процессе, когда ты участвуешь в деятельности То есть сидя за книжками этого недостаточно Согласен, в практике Да, в практике Вот именно навыки какие-то мы вырабатываем Вы знаете, что мы уже в прошлом году создали центр по обучению этой профессии Да, так что если Ивентеры, да? Да, именно в профессии ивентер Организатор мероприятий, профессиональный Очень интересно, может полезно будет Я как раз вот думаю, как бы мне дальше заниматься развитием, улучшением Вот я вас лично, как создатель курса ивент-академии приглашаю учиться к нам И повышать свою квалификацию Чтобы в следующем году шатер проходил еще на более высоком профессиональном уровне Спасибо большое Очень интересно Вот, продолжаем тему шатра Вопрос Это, кстати, нам вопрос задал один из наших зрителей А могут ли представители других конфессий посетить шатер Рамадан? Да, конечно, шатер Рамадан открыт для всех людей Различные конфессии могут присутствовать На открытии даже присутствуют официальные лица различных конфессий Вот представители христианской веры были, протестанты были Тоже пятидесятники, вот были, помню, представители И представители иудейской конфессии Также принимают участие и представители власти То есть, руководители нашей страны, города, Москвы Тоже зачитываются поздравления То есть, шатер открыт для всех конфессий? Ну, первый день, он такой, что, конечно, больше официальный день открытия Когда приезжают такие вот чиновники различные Поэтому на день открытия нет возможности всех желающих запустить А по пригласительным уже вход, то есть, определенным людям Высылается приглашение, чтобы они посетили его И послушали программу, где-то вот какие-то свои идеи, может, тоже высказали А последующий уже, ну, день открытия у нас уже был до Рамадана То есть, накануне Рамадана, а потом уже начался месяц Рамадан И когда уже всех желающих уже запускали То есть, любой человек может прийти, никаких препятствий Никто не будет спрашивать при входе, а вы мусульманин, да? Конечно, да, такого нет Единственное, что вот желательно, да, чтобы внешний вид соответствовал Да, вот вопрос, какой, так сказать, фейс-контроль, дресс-код В чем нужно приходить? Ну, нужно стараться, вот, ну, мусульманину вообще, да, вот Если вот это культура, да, муслама, что отличительной особенностью вот этой веры является скромность И вот, ну, она должна как бы проявляться, стараться, чтобы во всем и в поведении, и в одежде То есть, не нужно стараться слишком ярко, да, привлекательно, то есть, ну, одеваться, да, вызывающе вот как-то А более как бы спокойно, скромно, это она, прийти вот с целью не привлечь к себе внимание Но каких-то предписаний конкретных, там, какой-то цвет, такого нет, да? Конкретный цвет Главное, скромно, не ярко Да, не ярко, и по возможности, чтобы вот, ну, ну, то есть, с человеком было приятно общаться И чтобы не возникало каких-то подозрительных дополнительных мыслей То есть, чтобы цель была вот именно, ну, послушать программу праздничную, что-то для себя нового подчеркнуть Что можно применять тоже в жизни, и дальше, то есть, уже это использовать Я услышал, и наши телезрители, и слушатели тоже осознали, намотали на ус, как нужно приходить А как отмечают мусульмане завершение поста священный месяц Рамадан? Да, вот очень интересный вопрос Завершение месяца Рамадан проходит такой праздник, очень главный, в исламе это Ураза-Байрам Вот, хотел что сказать об особенности проведения Ураза-Байрама в этом году И в шатре Рамадана, в частности, это в том, что, ну, Благодарительный фонд Закат, который принимает участие в организации даже этого мероприятия Понимает, что, несмотря даже на вот такую широту, да, доступности этого мероприятия Что в шатре Рамадан может прийти любой желающий Все равно существуют такие люди, к которым тяжело бывает прийти Либо они стесняются, либо у них нет финансов приехать к нам на мероприятие даже Может быть, здоровье физически им не позволяет И поэтому мы планируем, ну, месяц Рамад как раз мы к этому призываем Чтобы мы подумали о тех людях, которые вот нуждающиеся, которые в трудном положении находятся И мы выделяем специальный день, когда именно вот таких людей, ну, нуждающихся, да, в большем внимании Которых поддержка, чтобы они хоть какую-то пользу ощутили, которые бы их воодушевились, да И дальше вот преодолевать свои жизненные трудности, было немного легче Их приглашаем в шатер и проводим такое, ну, назвали этот день, праздник, да Праздник в каждый дом Такую акцию проводим, то есть по возможности всех приглашаем в наш шатер Нуждающий в себе, ну, если у кого какие-то есть знакомые друзья, тоже вот узнавайте, когда можно прийти Пусть тоже они придут Будет накрыт праздничный стол тоже, угощение, будет программа какая-то будет показана А для тех, кто не сможет приехать, мы планируем даже приехать самим к ним домой и привезти в праздник атмосферу Даже так, то есть выездной шатер Выездной шатер А средства массовой информации отражают? В каких средствах отражается? Где можно узнать об этом? Об этом можно узнать на сайте шатер-дефисрамадана.ру Шатер-дефисрамадана Да, шатер-дефисрамадана.ру Официальный сайт этого мероприятия Помимо этого информация, конечно же, дублируется в официальных сайтах нашего города Это mosdum.ru Это сайт духовного управления мусульман города Москвы Муфтем, который является Ильдар Хазрат Алюдинов Также на сайте фонда, благодаря фонда Закят Это zakatfund.ru Тоже можно узнать информацию И что немаловажно, что сейчас тоже объявляется об этом мероприятии В том плане, чтобы люди видели, что сейчас будет происходить в ближайшее время Что эти мероприятия, что провести, они требуют определенных финансовых вложений И чтобы люди состоятельные имели возможность сделать свои пожертвования И сейчас ведется работа по облегчению этого То есть на днях, буквально в месяц Рамадан Было, благодаря фонду, создано мобильное приложение Которое можно установить С Play Market или с App Store Оно так и называется, если в поиске набрать Фонд Zakat То появится этот значок И можно спокойно установить себе это приложение на мобильный телефон И делать перечисления уже с карты Ну, с банковской карты Очень просто Также сейчас на фонде Zakat появляется кнопка Где можно тоже сделать пожертвования И в Шатри Рамадан будет раздавать определенные листовки С описанием этой программы, что, как это будет проходить Вот вопрос Как все-таки переводится Ураза Байрам? Да-да, Ураза Байрам Ну, Байрам слово переводится Праздник, а Ураза значит разговение Праздник разговения То есть, мусульмане в течение Рамадана Они держали пост Соответственно, ограничивали себя в питании Ну, в супружеской близости Ну, помимо этого, конечно, более Люди, которые хотят ощутить праздник, атмосферу Рамадана Еще стремятся к тому, чтобы Минимизировать свои плохие поступки То есть, и словом, и делом, да Мыслями тоже стараться очиститься, да И вот, праздник Рамадана это такой Ой, Ураза Байрам То, что вот Симулирует то, что вот все-таки Мы преодолели этот жизненный этап Да, месяц Рамадана, что мы Вытерпели, дошли до его конца Несмотря на то, что вот Ограничили какой-то Каких-то вот таких Физических потребностей Которые кажутся необходимыми Каждому человеку Многие люди думают, что без этого Не могут совершенно жить Но на самом деле Выясняется, что Если ты вот не попьешь целый день Не поешь целый день То человек от этого не умирает И что на причине 30 дней Так сможет человек жить В ночное время кушать Для многих людей это Является открытием И огромным чудом Даже потому, что Применяя такую практику Человек открывается Определенные Новые какие-то ощущения Познания И является это Как бы Праздником Что ты преодолел жизнь Ну вот Есть ли статистика Сколько людей Вообще в Москве Соблюдают пост Статистика Ну с каждым годом Все больше и больше становится Но точное число Сложно сказать Потому что Как вот узнать у человека Держит он пост Только можно у своих Знакомых друзей Как-то спросить Ну и с каждым годом Конечно я сам замечаю Желающих держать пост Все больше и больше становится Сколько лет Вы уже держите пост Я лет 5 примерно Держиваю пост Как приехал в Москву В месяц Рамадан Вот Ну то есть И у меня друзья Которые спрашивают Вы чувствуете Это изменение Да я чувствую все изменения Вот какая-то Легкость появляется Вот Облегчение Какие-то новые смыслы И выражается Знаете в чем бывает Вот важно конечно же Что Что Вот эти знания Да религиозные Которые мы применяем И используем эти практики Они способствуют тому Что наши молитвы Дуа Как бы да Обращение к Всевышнему Они реализуются То есть Уже жизнь становится Более интересной И то что ты хочешь В течение дня Оно как-то чудесным образом Все происходит Так вот наверное Это и будет Вашим пожеланием Нашим зрителям И вот у нас как раз Есть такая специальная Виртуальная кнопка После нажатия которой Наш гость может сделать Пожелание Всем Всей нашей аудитории Всем телезрителям Телеканала Вент академия Прошу вас Большое спасибо Что вы выслушали И добрались Терпение до конца Надеюсь вам было интересно И хотел бы вам пожелать И всем людям Да Чтобы вы были Благополучны Счастливы Поняли вот Хорошо Что такое хорошо Что такое плохо Стремились совершать Больше хороших поступков Стремились осознать Творца Бога Который вот Создал всех нас Все нас окружающее Быть полезными Счастливыми людьми В земной жизни И претендовать На счастье В вечной жизни Чему безусловно Помогают Различные практики Религиозные Которые к нам пришли С давних времен Ну Мусульмане Верят в то Что вот Соблюдение поста Это способствует Развитию Внутренних Духовных Качеств Для всех людей И мусульман И не мусульман То есть Рекомендую всем людям Держать пост Вот Узнать Как это правильно делается И в этом нет ничего страшного В том Что человек На протяжении всего дня Будет ограничивать себя В приеме еды И питья А в ночное время С точки зрения ислама Это можно совершать Но в то же время Конечно не нужно Злоупотреблять И переедать Слишком много Шатер находится Возле мечети Но Ведь это же не случайно Да Конечно Это выбор именно Этой точки Да Находится рядом С мечетью На поклонной горе В парке Победы И мечеть Собственно Она так и называется Мемориальная мечеть Ну Посвящена она Тем воинам Которые Погибли И принимали участие В деле защиты Нашей страны Во время Второй мировой войны Как известно В этом принимали участие Все население То есть нашей страны Различные люди Различные конфессии Национальности Все в одном стороне стояли Были товарищами И вот очень много Конечно существует Героев Среди всех конфессий И среди мусульман В том числе И даже вот эта вот фраза Я в этом году узнал Русские не сдаются Оказывается Даже принадлежит Адыгейскому Одному человеку По национальному Адыг Который Вот как это произошло Что вот Во время такой Самой тяжелой Ситуации Он Когда Требовалась Решительность Отвага Пожертвовал своей жизнью С такими фразами Что русские не сдаются И что Воодушевило еще Последующих людей В проявлении Тоже подобных Поступков И официальной Отверженности В деле защиты Нашей Родины Вы рассказываете Я действительно слушаю Даже Я заслушиваюсь Вашими рассказами У вас прям дар Вы наверное можете работать И ведущим И экскурсоводом И обозревателем Ну не знаю конечно Я пытаюсь развиваться Пока в этих направлениях Общаться с людьми Чтобы быть интересным И полезным И вот на данный момент Сейчас По выходным В субботу и воскресенье Каждую Получается Неделю Я провожу экскурсии В этой мечети На Поклонной горе В парке Я же чувствую что Вот Вы это делаете профессионально Так И вот Я приглашаю всех желающих Приехать в дневное время суток Для ознакомления И с мечетью И с культурой ислама И если у вас какие то есть вопросы Я готов с вами тоже побеседовать Все обязательно возьму Всех своих четверых детей И приеду к вам на экскурсию Буду очень рад Вот это была проповедь От Камалиддинова Талгата Наилевича Для всех наших телезрителей Ну а сейчас наступает Такой приятный момент Когда мы Выражаем Благодарности Вот Талгат Наилевич Кому бы вы хотели сегодня Выразить благодарность Ну в первую очередь Конечно Извините Насколько я знаю Сегодня вы здесь В эфире Не просто так А можно сказать С благословения Вот Кто благословил вас На сегодняшнее интервью Ну Самое конечно же Первое Кому на благодарность По чьей воле Все вот даже происходит Да и Наша с вами Сегодняшняя беседа составилась Это конечно же По воле Нашего Творца Всевышнего Аллаха Бога А в дальнейшем Уже конечно Существуют руководители Которые Мне вот сообщили вчера Шатре Рамадана Сказали что вот Будет Ну хотим совершить Такую беседу Интервью дать И решили что Лучше всех с этим Справится Талгат И меня сюда Отправили Спасибо вам за Талгата Действительно он справился Великолепно Спасибо большое Так Ну может Персонально Персонально да Могу сказать бы Организация да Большое спасибо Хотел выразить Правительству московской Правительству Города Москвы За возможность Проведения Таких мероприятий За то что вот Поддержку И Ну Всевозможно Также Совет Муфтев России Организатором Который является Это мероприятие Духовное управление Мусульман Города Москвы Благотворительный фонд Закят Департаменты благотворительные И Всем Организациям И общинам Которые Принимают Участие В данном Мероприятии Которые Прилагают Определенные усилия И финансовые И физические Для того чтобы Провести культурно-правому Интересную Насыщенную Видеоролики подготовить Очень интересные Которые Ненавязчивым образом Доносят Вот Нравственные особенности И конечно же Хотел сказать Благодарность Всем гостям Всем вот кто все-таки Нашел в себе Время и возможность Приехать в шатер Рамадан И все-таки вживую Увидеть Как все это происходит А я еще хотел добавить Особую благодарность Одному человеку Которого вы тоже Хорошо знаете Это Рамиль Бекмулин Который На самом-то деле Является Основным Оператором Постановщиком Международного конкурса Читецов Корана И нашим партнерам По Ивент Академии И телекомпании Ивент ТВ Рамиль Спасибо вам большое И все Надеюсь с вами увидимся Не один раз Ну и В завершении Нашего выпуска Еще один раз Благодарю Студию Чемоданов Продакшн Телеканал Ивент Академия И телекомпанию Ивент ТВ С вами был ведущий Геннадий Лернер Всего вам самого доброго До следующей встречи В нашем эфире В следующей передаче У нас в гостях Будет Татьяна Петрова И Андрей Петров Которые являются Руководителями Компании Ивент Юристы И мы будем говорить На тему Очень серьезную Для всех ивентеров Это юридическое Сопровождение Наших Проектов До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok